Воровские татуировки, часть 1 Криминальные татуировки сильно отличаются от повседневных, которые наносят для удовольствия, хотя внешне они могут быть во многом похожи. Воровские тату, как правило, наполнены глубоким смыслом. Их нужно заслужить, и за них нужно нести ответственность. Но обо всем по порядку. Как делают тату на зоне? На тюрьме нет доступа ко всем материалам и инструменту, поэтому приходится обходиться тем, до чего можно дотянуться. Зэки придумали способ сжечь резину, которая капала в банку. Впоследствии ее заливали горячей водой, размешивая ложкой до состояния кашица. После процеживали через простынь и в итоге получали переобразную смесь, которые делают татуировки на зоне. Татуировки сделаны при помощи сжженной резины, так называемой «жжонки». Получается очень насыщенного цвета и не блекнут со временем, что нельзя сказать о туши и чернилах, рисунок которых со временем выцветает. Про «жжонку» ходило много легенд, самая стойкая из которых гласила, что в нее добавляют мочу. Естественно, это брехня. В краске всего два ингредиента. Горячая вода и паленая резина. Более подробно о технологии в следующем видео. Тату не для всех. Типы татуировок четко разделены. Есть обычные рисунки, которые бьют кому угодно, кроме опущенных. А есть масси, которые нужно заслужить. Масси в зоне называют не только касту, к которой принадлежит зэк, но и особые татуировки, иногда показывающие весь жизненный путь арестанта. Это как паспорт тюремной жизни. Так, встречаясь во времена, этапы зэки могли сразу определить, кто перед ними – вор, блатной, мужик или какая-нибудь нечисть. И какой образ жизни этот человек выбрал. Каждый серьезный этап в судьбе зэка отражается в какой-либо татуировке. Многие масти достаются действительно кровью и страдания. За многие же приходится отдавать годы жизни. Поэтому к вопросу набивания мастей заключенные относятся очень серьезно. Но нужно признать, что времена строгого контроля и ответственности за рисунки на теле уходят в прошлое. В зоны прямо со свободы стала заезжать молодежь, забитая мастями под завязку. Сейчас часто можно встретить фраеров с набитыми воровскими или отрицаловскими звездами, которые никогда не были авторитетами, а чаще красными или курицами. Тем не менее, считаю нужным рассказать о самых важных воровских татуировках, как основном столбе, на котором держался воровской мир. Купола. Это, наверное, самая узнаваемая татуировка криминального мира. Считается, что первые подобные тату делались в лагере на Соловецких островах в начале прошлого века. У заключенных представителей религиозного культа отбиралось все, что могло напоминать религии – книги, одежда, нательные кресты. И чтобы выразить свой протест, эта категория осужденных стала набивать на груди и спине подобные тату с куполами. Из солидарности с ними купола стали набивать представителей криминалитета, придав особое значение таким рисункам. По количеству куполов, их цвету и форме, количеству окон в храме можно было определить не только количество ходок у обладателя, но и были ли они от звонка до звонка. Жук. Это может быть обычное изображение насекомого или слово «жук», которое представляет собой аббревиатуру. Ее расшифровка «Желаю удачных краж». Это своего рода заговор или пожелание для воровской категории. Наносить жука можно на любую часть тела. Если вы увидите ей перед собой с представителя криминалитета стату в виде жука или словом «жук», перед вами, скорее всего, вор-карманник. Крест. Эти тату можно встретить как у мужчин, так и у женщин. Последние делают их на виске пальца или между груди, обозначая место в обществе. Она воровка. Воровской крест говорит о том, что его обладатель – фаталист. Он верит в карму, в свой рог и ни капли не боится того, что ждет его после смерти. На телах многих воров в законе можно увидеть распятого на кресте Христа или Деву Марию. Это изображение говорит о преданности своим друзьям. Владелец такой тату сможет отдать жизнь ради друга вора. Звезды. Воровские звезды – те, которые набивают на коленях симметрично на обоих или под ключицами. Звезды на коленях говорят о том, что перед вами воровской авторитет отрицала и бунтарь. Дословно этот посыл означает «я никогда не подчинюсь властям и не встану перед ними на колени». Такую татуировку можно заслужить делом. Если кто-то из криминального мира набьет звезды просто из желания приблизиться к желаемому статусу авторитета, его заставят избавиться от рисунка. Самая распространенная восьмиконечная звезда – каждый луч, который разделен на белую и черную половины. Черный цвет символизирует воровское начало, а белое – людское. Эти цвета сводчат и говорят о том, что вор сеет на свободе и в заключении и воровское, и людское. Погоны. Самая противоречивая тату в воровском мире – погоны носят военные и полицейские, главные враги заключенных. В то же время сделать подобное тату могут только воры, чей авторитет не подлежит ни малейшему сомнению. Обычным зекам запрещено. Это может привести к насильному исправлению рисунка самодельными машинками или даже снятию куска кожи с нанесенным изображением. Погода означает то, что заключенный уже не раз был в местах не столь отдаленных, либо о том, что статья, по которой он попал на зону, считается элитной. Как правило, это статьи за тяжкие преступления, и уже никогда эти люди не встанут на путь исправления. В следующем видео расскажу более подробно о технике обычных связанных с тату и еще о пяти самых популярных наколках. Подпишись.